Всем привет, меня зовут Влада Казачище и сегодняшнее видео это будет снова про work and travel, не удивительно, но я хочу вам сегодня рассказать более подробно про апартаменты. Вы мне задавали очень много вопросов, я решила разбить их на разные блоки и вот первый блок это будет как раз про апартаменты, потому что вот сейчас уже подходит тот этап, что вы будете заселяться, будете ехать, вам страшно, вы не знаете что вам выбрать, поэтому начнем. Первый вопрос, как вас заселяют? Мы хотели с подругой жить вместе, мы написали даже я и она, нашей менеджерше, что мы хотим жить вместе, но когда мы приехали, нам дали ключи от разных комнат и мы были немножко в шоке, про это вы можете кстати посмотреть в видео первые впечатления, там просто все были мои эмоции, которые лезли через меня просто наверх. Вот, мы думали, что мы будем жить вместе и в итоге было так не только с нами, очень много ребят, которые приехали, их поселили отдельно от их друзей и было очень много скандалов, все ходили к менеджерам, говорили вот мы же хотели жить вместе, чего нас поселили отдельно. Менеджеры сказали, ну извините, типа это не наша проблема, будете искать себе новых друзей и общаться. Все, в общем, забили на это и просто жили так, как они хотели, то есть попережали с чемоданами к своим друзьям, все было нормально, до одного момента, когда приехала какая-то одна девочка, ей дали ключ от ее комнаты, она заходит, там 4 кровати занято, ей сказали, там вот иди в другую комнату, там твое будет свободное место. Она приходит, там то ли тоже занята, то ли там была не убрана, она, в общем, очень рассердилась, ей было страшно, она пошла к менеджерам, нажаловалась и менеджеры нам такой прям дебош устроили, сказали, что будем ходить проверять каждую неделю, кто где живет, поэтому давайте, типа перемещайтесь обратно на свои места, так нельзя, типа это не принято, неприлично. Ну, в общем, это была проблема именно с нами, с украинцами, все взяли свои чемоданы, попереезжали обратно, я тоже свой чемодан сначала кинула на пару дней, снова на то место, где должна была быть, сама жила на другом месте, и мы вот так вот каждое утро на стрёме просыпались, что сейчас к нам кто-то зайдет и будет нас проверять. По-моему, один раз только зашли, проверили, а потом все остальное лето мы жили так, как мы хотели, а потом, когда я уже сдружилась с менеджером, который был HR в нашем хаузинге, он сказал, что, конечно же, я знаю, что вы все живете кто как хочет, но я ж типа не буду со всеми вами бороться, специально вы должны жить вот так, и если какие-то будут проверки, то вы живете вот так, и все. Ну, в общем, ничего на самом деле в этом проблематичного нет, кто как хочет, так и живет, и, ну, даже если вас поселили отдельно, ничего в этом такого страшного нет. Лучше жить в хаузинге или в другом месте? Лично я советую жить в хаузинге, потому что это, во-первых, дешевле, вы платите 80 долларов в неделю, и это довольно-таки дешево, потому что найти жилье, в принципе, не так уж и легко, это очень маленький городок, в котором, в принципе, нет каких-то там жилых домов, или каучсерфинга, или еще чего-то, там даже местные жители не живут, то есть это просто туристический уголок, в котором только одни отели, мотели, аквапарки, и больше ничего другого нет, поэтому найти жилье там реально проблематично, оно будет дорогим. Я знаю, что у нас некоторые ребята не с Украины, а другие, с других национальностей искали жилье, они жили отдельно, но они жили большими компаниями, и, в принципе, ну, это немножко тяжело. Я все-таки советую жить все вместе в одном хаузинге, потому что, во-первых, это будет даже веселей, во-вторых, еще потому что хаузинг очень близко к работе, это буквально 2 минуты ходьбы, если даже не меньше, и, ну, это реально очень выгодно, так что я советую жить именно в хаузинге. Можно ли жить парню с девушкой в одной комнате? К сожалению, нельзя, или, к счастью, я не знаю, ну, в общем, они такое не разрешают, но понятное дело, что у нас приезжали парочки из Украины, и они всякими способами пытались как-то это все обхитрить, и они жили, ну, просто оставались там девушкой у парня, парень у девушки, если там друзья или соседи того или иного не были против, но так нет, нельзя, как бы вы ни просили, то оно так не получится. Советуешь ли ты вообще это место? Конечно же, я советую, если бы я не советовала, не было бы вообще всех этих видео, я бы ничего из этого не снимала, и не говорила, как классно о моем вилдернессе, и как классно я провела это лето, поэтому понятное дело, что я советую, и что, конечно же, приезжайте. Вдруг, если кто-то приедет, и вас поселит в комнату 223 в новом хаузинге, то я передаю параллельно вам отсюда привет, я не знаю, я там оставляла кучу шампуней и прочей всякой такой требедине, но я не думаю, что оно все останется там, поэтому просто будете жить в моем месте, полочка верхняя справа, если что. Как ты попала в лучшую общагу? На самом деле, я бы не сказала, что оно лучшее, как я уже говорила раньше, что новая общага и что старая, они обе хороши и обе плохи в чем-то, очень разные плюсы и минусы есть. Не знаю, мне просто так повезло, что меня заселили именно в ту, а не в другую, но если бы меня заселили в другую, я бы тоже была бы счастлива. Я никак не выбирала, ничего не делала с этим, просто вот как-то вот так они выбрали, что причем часть украинцев была в старой, часть украинцев была в новой, и все. Давали ли вы депозит за жилье и вернули ли вам его стоимость? Да, у нас был депозит за жилье 100 баксов, если я не ошибаюсь, и нам полностью вернули его стоимость, и причем почти всем, потому что, ну, комнаты были новые, комнаты были в хорошем состоянии, ничего не поломали. Ну, конечно, кто поломал, тому вернули там ли не в полное или вообще не вернули, но в принципе все было хорошо с этим, то есть все честно, все справедливо, все возвращается. С какими национальностями могут поселить? В принципе, чаще всего селили именно с украинцами, то есть если ты украинец, то тебя селят с украинцами и так все национальности, но если там, к примеру, все комнаты по 4 украинца забиты, ты там один последний украинец, вот у нас поселили одного мальчика с болгарами, с тремя. Но он тоже, он почти постоянно где-то кочевал, то он жил с украинцами в одной комнате у них на диване, то он еще как-то, в общем, по-разному бывало. Бояться нечего, на самом деле другие национальности, ну, не особо плохие, и как бы не нужно так настраивать себя, о боже, как я там выживу, и наоборот это будет прикольно, это классная практика английского языка, если у вас вдруг поселят, так что почему бы и нет? Правда ли, что пускают в хаузинг по пропускам? Нет, вообще не правда, это не про наш хаузинг точно, в новом хаузинге у нас были просто камеры, но нам это не мешало проводить наших друзей, вот так накрывая их капюшоном, и все было нормально, а в старом вообще ничего нет, никаких камер, ничего, у вас просто есть ключ от входной двери у каждого, и когда вам нужно прийти или кого-то там провести, завести, открываете ключ, заходите, как бы все, ничего такого сложного, все нормально, в общем, обходится в этом плане. Как добраться до Вилдернас в Висконсин-Делсе? Это уже не совсем вопрос к хаузингу, но в принципе это такой хороший вопрос, я договаривалась еще с Украиной, когда, в общем, будучи в Украине с одной компанией, которая перевозит студентов на маленьких таких мини-бусах, это в принципе дорого, это где-то 70 долларов с человека получилось, но оно того стоило, потому что мы, во-первых, были уставшие в незнакомой стране, не знали что, как, куда, и причем, что когда ты приезжаешь в Чикаго, в Чикаго нет Wi-Fi в аэропорту, мобильной связи у тебя получится тоже нет, и ты немножко такой оторванный от общества, ты не знаешь, что тебе делать, куда тебе идти. Мы нашли мальчика украинца, который, оказалось, едет по той же конторе, что и мы, он нашел того мужика, у которого были эти автобусы, нас посадили в этот автобус, взяли наши чемоданы сами, довезли до этих автобусов, повезли нас сначала в Макмус накормили, мы там с Wi-Fi мамой и папой отписали, что все нормально, и после этого нас уже везли в Висконсин-Делс, нас там развезли по разным гостиницам, кому куда нужно было, ну и вот прям до хаузинга, прям до дверей довели, и все, чемоданы передали, вот прям из ручек в ручки. Есть второй способ, это автобус Greyhound, мне так тоже знакомый ехал, и мы так уже ездили, когда мы путешествовали, после нашего путешествия с Лос-Анджелесом, мы туда наехали как раз с Чикаго на Greyhound, но это немножко напряжно, сейчас объясню почему. Это такой очень дешевый вид транспорта, он стоит что-то типа 20 баксов доехать, но прикол в том, что ты получается, когда выходишь с аэропорта Чикаго, тебе нужно сначала еще пойти на метро, то есть ты с этим чемоданом идешь на метро, потом с метро ты доезжаешь до нужной станции, это еще минут 15 ты едешь на метро, потом с этой станции ты еще идешь пешком минут 10 до самой станции Greyhound, и там еще сидишь ждешь, пока вас всех посадят на этот автобус, и в автобусе контингент такой, ну как бы не очень, это типа бедные американцы, и немножко как бы страшно, и вот ты с этими сумками, вот этот маленький автобус, и потом еще на этом автобусе часа, наверное, 3 ты едешь, пока там всех довезут 3, это я так очень, не знаю, с головы сказала, не знаю сколько там мы ехали, тогда всех разводят еще, сначала заезжают в Мэдисон, еще какие-то в другие города, и потом уже едут в Висконсин Дэлс, вас довозят не до вашего хаузинга, а до какой-то точки, там где вроде бы Макдональдс или еще что-то такое, выгружают с чемоданом, и делаешь и хочешь, и вот когда мы уже с Богданом ехали с Чикаго, то мы вызвали такси, потому что я уже знала номер такси, такси еще стоит 7 баксов, чтобы доехать до твоего хаузинга, а если бы я ехала так в самом начале, то я вообще не знаю, что бы я делала, как вот доехать от той точки до хаузинга, ну это реально немножко страшно. Все ссылки на Грейхаунд и на автобусы, по которым я ехала, прикреплю ниже, и я надеюсь, что я уже вроде бы все рассказала про апартаменты, если у вас все-таки остались какие-то вопросы незавершенные, которые вы бы хотели задать, я очень их жду, и у меня еще очень много-много-много информации, которые я хочу вам дать, много видео, про которые я хочу вам рассказать, так что пишите, я с радостью отвечу на ваши вопросы. Всех люблю и целую, всем большое спасибо и пока! Пока!